В прошлый раз мы упростили вычисления с помощью констант. Мы создали константу для π и использовали ее для вычисления площади поверхности разных планет. Таким образом, мы сократили объем кода, но нам все еще требовалось множество повторений. Строка кода называется инструкцией. В JavaScript инструкции должны заканчиваться точкой с запятой. Тут у нас две инструкции, и нам нужно повторять всю формулу в каждой из них. И помните, мы не хотим, чтобы в наших программах что-то повторялось. Было бы здорово, если бы у нас была какая-нибудь специфическая машина, которая вычисляет площадь поверхности любой сферы, чтобы мы могли делать что-то подобное. Чтобы можно было просто сказать, эй, Surface Area Calculator, скажи мне площадь поверхности сферы с радиусом 3390, и она бы сразу давала ответ. Отличные новости. Мы можем создавать подобные машины. Их называют функциями. Их можно представить в виде черных ящиков. Положите что-нибудь внутрь ящика, и она выплюнет что-нибудь другое. В данном случае ящик Surface Area Calculator возьмет одно число, радиус, и выплюнет другое, площадь поверхности. В этом примере мы вызываем ящик Surface Area Calculator, даем ему 3390 и получаем ответ. Этот ответ затем сохраняется в константе Surface of Mars. Важно понимать разницу между определением функции и ее вызовом. То, что мы только что сделали, называется вызовом. Мы вызвали функцию Surface Area Calculator. Другими словами, мы предположили, что она уже существует, и использовали ее. Но она должна существовать, так что нужно создать ее перед тем, как использовать. Нам нужно определить функцию Surface Area Calculator. Это определение функции. Эта структура со скобками, стрелкой и фигурными скобками определяет функцию. Слово radius в скобках — это то, как функция называет число, которое мы передаем в нее. Это аргумент функции. Эта конкретная функция принимает один аргумент, но другие функции могут принимать больше аргументов или вообще не принимать аргументов. Фигурные скобки создают блок. В JavaScript и других языках вы часто сталкиваетесь с блоками. Они создают группу инструкций. Таким способом мы понимаем, где функция начинается и заканчивается. Эта функция содержит всего одну инструкцию. Она начинается с return, а дальше вы видите уже знакомую формулу. Вы, возможно, уже догадались, что return заставляет ящик выплевывать результат. Результатом вычисления 4 умножить на π умножить на радиус умножить на радиус — это то, что функция возвращает нам после того, как мы ее вызываем. Теперь нам нужно дать этой функции какое-нибудь название, чтобы по этому названию мы ее вызывали. Мне захотелось назвать ее Surface Area Calculator, но вы можете давать любой функции любое название. Есть определенные правила для названий. Например, оно не должно содержать пробелов и некоторые специфические слова. В остальном функции и константы можно назвать почти как хочется. Мы уже знаем, как давать название численным константам. С функциями все точно так же. const, название, которое вы хотите, знак равенства и сама функция. Давайте теперь соберем все вместе. В верхней части — определение функции, а затем — вызов функции. Давайте заглянем внутрь коробки, что происходит, когда она вызывается с числом 3390 в качестве аргумента. Return хочет возвратить результат, но он еще не готов. Вначале нужно произвести вычисление. В вычислении используется аргумент, так что вначале нужно заменить название radius на само значение, которое было передано в функцию при вызове, а затем уже выполнять умножение. И в конце функция возвращает число 144 340 776. Можно представить, что происходит снаружи, когда функция возвращает значение. Теперь surface of Mars — это константа с конкретным числовым значением. Давайте посмотрим на другой пример. Эта функция принимает два числа и возвращает процент. Если вы ей дадите 40 и 80, она вернет 50, потому что 40 — это 50% от 80. Как вы видите, когда есть несколько аргументов, они разделяются запятыми. Давайте выведем результат на экран. Сегодня 16 декабря, и я хочу узнать, какой процент этого месяца уже прошел. Посмотрите на вторую строку. Здесь есть два важных момента. Первый. Мы можем разместить вызов функции в любом месте, где можно вставить строку или константу. Вначале мы напечатали текст, а потом напечатали то, что возвращает функция percentage calculator. И второй важный момент. Вызов функции может быть аргументом для других функций. Console.log — это функция. Вот почему мы ставим скобки, когда ее используем. Функция console.log принимает аргумент и выводит его на экран. Мы ввели вызов функции как аргумент, и это сработало. Наша функция была вызвана вначале, затем был возвращен результат, затем console.log был вызван с этим результатом как аргументом, и он был выведен на экран. Окей, я свою часть закончил. Теперь ваша очередь писать функции. Субтитры создавал DimaTorzok